Выборы 8 сентября пройдут и в Волгограде, где горожане проголосуют за кандидатов в депутаты городской думы. Это будет уже пятый созыв представительного органа. Между тем, нынешний состав думы завершает свою работу. На своем последнем заседании народные избранники приняли целый ряд важных решений. Одно из последних заседаний нынешнего созыва гордумы выдавилось очень плодотворным. В повестку дня было вынесено около 60 пунктов. Принципиально важным стал вопрос о благоустройстве Волгограда. Депутаты приняли положение, которое четко определяет зону ответственности в наведении порядка на той или иной территории. Документ, уверены народные избранники, позволит сделать областной центр значительно чище. Прописано очень много о санитарных зонах. Теперь торговые павильоны, ларьки будут убирать. Сказано об уборке территории, каким образом она будет осуществляться. 23 раздела озеленения. То есть мы на сегодняшний день приняли документ, касающийся исполнения 131 закона по местному самоуправлению. Один из важных вопросов касался увеличения размера выплат стипендиатам. По мнению депутатов, разработка данного постановления обусловлена в первую очередь тем, что из года в год растет число талантливой молодежи, которую необходимо материально поддерживать. По решению городской думы теперь сумма выплат составит не 1000, а 1500 рублей. Также увеличится и количество коллективов номинантов. Это, с одной стороны, повышает мотивацию в определенном смысле и всех членов спортивных коллективов, хоров, ансамблей и так далее, нашей молодежи, таланты волгоградской молодежи. И, с другой стороны, расширяет количественный состав, качественный и скаличный состав. В целом, нынешний четвертый созыв думы, по мнению исполняющего полномочия главы Волгограда Ирины Соловьевой, поработал довольно продуктивно. Депутатам удалось подготовить хорошую нормативную базу для осуществления контроля за вопросами местного значения, установить порядок отчетности главы администрации Волгограда перед населением, а также сохранить социальную направленность бюджета. Все льготы были сохранены. Мало того, вот сегодня мы рассматривали проект решения о продлении льготного обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами. Мы продлили эту льготу также на 2014 год. И многие другие моменты, все, что касается социальной важности для населения, они все были сохранены. Напомню, что выборы депутатов городской думы нового созыва пройдут 8 сентября текущего года.